Как так получилось, что этот медленно идущий человек так быстро стал целым миром для всех тех, кто однажды потерял надежду? Надежду, на которую он сам никогда не делал ставки, но именно к ней ему пришлось обратиться, чтобы попытаться стать счастливым. Я помню, я открыл глаза и увидел красную кабину КАМАЗа. Мы столкнулись, и все, я потерялся, потом опять очнулся, я лежу, и белый потолок больницы. Это был 2006 год, лобовое столкновение с КАМАЗом. Изменившееся лицо врача и приговор – вы никогда не сможете ходить. Он не верил и строил планы на будущее, но окружающие твердили – оставь мечты, это не изменить. И только мама, которая всегда была рядом, вселяла бесстрашие. Ты не знаешь, на что ты способен, пока не попробуешь. Всегда у меня перед глазами стояло, как он с работы приходит. Он как через окошко мне машет руку, мама, я приехала. Верить надо. Если вера есть у матери, ребенок всегда встает. Вот это я поняла. Почти полтора месяца, два месяца лежу, тут он меня поднимает. Я буквально 2-3 секунды, и у меня глаза начинают закрываться уже, я начинаю терять сознание. Они меня опять ложат и говорят, ну, слушай, ты выдержал 2 секунды, ты обязательно встанешь. И он решил пробовать и стал тренироваться. 10 часов в день. Как большинство людей в такой ситуации он был уязвим и отвергал любую помощь в своем стремлении стать, как все. Два года почти не спал по ночам, мучили мысли. И в какой-то момент его и так неустойчивый мир едва не рухнул. Он почти сдался, но… Я не мог никак не поднять руку, если даже вот, ну, то есть я лежу, ни физически, ни умственно, я изначально этого сделать не мог. Но после вот двух месяцев такой тренировки, вот как раз у меня зашевелился первый палец. Я чувствую вроде какое-то шевеление. Я говорю, мам, мам, я говорю, посмотри-ка, я же лежу, я не вижу. Я говорю, неужели палец шевелится? Она такая, да, говорит, улыб. Уже позже в немецкой клинике ему не поверили, что рентген снимки – его. Операцию в Германии делать отказались. Сначала он расстроился, но потом решил, что перед ним выбор – злиться на то, чего у него нет, или быть благодарным за то, что есть, и использовать это. Он поступил на медицинский, к нему стали обращаться люди. Он принимал их на маленькой квартире, а потом еще и еще. Каждому хотелось получить свою порцию чуда. Мужчина, 42 года, он 17 лет был на коляске. Сейчас он тоже начал ходить. То есть, когда я увидел, как он на коляску запрыгивает и спрыгивает, я прям, я не знаю. И в глазах у него жизнь сейчас бьет ключом. «Я смогу» – так называется новый реабилитационный центр, куда приезжают люди самых разных уголков. «Ты сможешь», – говорит он теперь тем, кто смотрит на него во все глаза. Те, кто, как и он, за полгода смогли встать на ноги, научились самостоятельно открывать дверь и просто поверили в ценность собственной жизни. «Постепенно занимались, занимались. И вот в этом году я уже могу ходить вот так вот на лыжах. Я раньше вообще не могла, даже боялась сюда подойти». «Вот левой рукой я держу. Раньше не мог. Равновесие лучше стало. Координация, все». «Он каждому из нас дает надежду, что все это временно будет положительно здоровье, как говорится, меньше грустить, больше улыбаться, радоваться жизни». Это зал авторских тренажеров. Марат разработал их сам, чертил чертежи, придумывал им имена. Предприятие попросило большую сумму за их производство, но, узнав о его истории, снизило цену в три раза. За всю свою деятельность он выиграл пять грантов, получил поддержку администрации города и дважды встретился с президентом. В прошлом году Рустам Мениханов выручил ему именную премию и пообещал приехать в гости. А уже в этом сдержал обещание – лично протестировал тренажеры и предложил поддержку. «Целое конструкторское бюро не сделает то, что Марат сделал, и уже патентует, мы поможем ему запатендовать». «Человек, который имеет внутри себя стержень, и многим надо поучиться у него, как жить, для чего жить, как можно ставить цели, как добиваться этих целей». То, что с ним приключилось, он вспоминает как всего лишь второстепенное событие, из которого вынес главный урок. Пока ты борешься с внешними обстоятельствами, внутри стоит остановиться и понять. Совсем не обязательно быть нормальным, когда можно остаться с собой. Мне в жизни очень сильно повезло. Я себя считаю очень счастливым человеком. Важно все-таки не зацикливаться на самой проблеме, а искать выход из сложившейся ситуации. То есть надо принять то, что произошло. Ведь это ты уже не изменишь. Вам удалось принять? Я считаю, что все-таки да. На экране вы видите координаты центра «Я смогу». Вы можете обратиться за помощью, если вы созрели для того, чтобы смеяться, когда тяжело. И верите, что неудача еще не конец. Диляра Юсупова, Андрей Мухов. «Семь дней». Диляра Юсупова, Андрей Мухов. «Семь дней».